Друзья, ну вот так, Full HD, 30 кадров в секунду, если что, снимает Vivo V25 Pro на ультраширокоугольный объектив, друзья. И что хочу сказать, если сравнивать данный смартфон, да, тут ультраширик, кстати, он без автофокуса. Такой же, как и в камере DIGMA DICAM 810, только DIGMA DICAM там, понятно, что без автофокуса, но 16 мегапикселей. И ультраширик может снимать, единственный, который там установлен, он может снимать 4К 60 кадров в секунду. Здесь же, друзья, только Full HD, 30 кадров в секунду. Ну, скорее всего, наверное, потому что сам модуль не тянет. Видите, какое небо. И еще, может он... Засветы также есть, кстати. А еще может он снимать в 720p 30 кадров в секунду. При 60 кадров в секунду не снимает. То есть, ультраширик на камере DIGMA снимает поинтереснее. Вот видите, засветы какие, да? Обратите внимание. Хотя, в принципе, смотрю так, что динамический диапазон вроде бы как и ничего. Но, опять же, определяться вам... Ну, так этот смартфон и стоит, извините, почти в 8 раз. Вернее, да, практически даже в 10 раз дороже, чем камера. Но у Vivo есть ряд своих плюсов. Смотрите, угол охвата какой, как пишет звук. Вот сейчас на вытянутую руку снимаю. Небо обалденное. И теперь здесь смотрим, как. Таким образом можно поставить. И снимать на ультраширик. Это режим Full HD 30 кадров в секунду. Безусловно, есть электронная стабилизация хорошая. Неплохой угол захвата. Можно, кстати, дополнительно включать функцию усиления голоса. Лучше будет слышен голос. Чего ты, блин? Поэтому... Все, в принципе, норм. Снимает. А это качество 720 и 30 кадров в секунду. Vivo V25 Pro. Электронная стабилизация на месте. Все достойно. Снимает. Но всего в двух режимах, друзья. Процессор здесь спокойно вытянул бы на ультраширик. 4К 60 кадров в секунду. Напомню, здесь Dimensity 1300. К сожалению, сам модуль камеры не тянет. Это качество. Такое разрешение. Поэтому и так получается. Жаль, конечно, что за такую стоимость и нет автофокуса. Но, друзья. В данном смартфоне помимо камеры еще куча плюшек. Во-первых, крутой экран 120 Гц. Во-вторых, на 4,830 батарея. Но да, кто-то скажет, да. Лучше бы 5000. Нет, друзья. 4,830. И эти 4,830 держат намного лучше, чем некоторые по 5000 мАч. Ну, например, даже если я на своем Samsung выставляю Samsung 22 Ultra выставляю разрешение экранов в HD+. И частоту умный выбор. В общем, либо же номинальную частоту 60 Гц. Но он все равно держит намного меньше, чем Vivo. Я не знаю, что ребята из Vivo сделали со своими смартфонами, как они оптимизировали прошивку, но у них с автономностью полный порядок. Кстати, если кто-то стоит перед выбором таким образом перед выбором брать Vivo это, кстати, 720p 30 кадров в секунду, друзья. В принципе, рабочий годный режим. Брать смартфон Vivo V25 Pro либо же Vivo V27 я бы, наверное, все-таки рекомендовал 25 Pro. 27 там лучший экран, он больше, но в 25 Pro лучший фишек по камере аккумулятор за счет того, что немножко меньше экран, ну и за счет оптимизации они уже его в принципе вылезали в полной программе прошивку. Дольше аккумулятор держит дольше Vivo V25 Pro нежели Vivo V27 ну и либо V27 Pro как-то так, друзья. Музыка опять, и так вот куда-то не возьмись берется, блин. Оцениваем качество видео и делимся своим мнением комментариев. Это краткий пример съемки 4K 60 кадров в секунду DIGMA DICAM 810. как видите достаточно еще и неплохой динамический диапазон. Я не знаю как тут работает стабилизация, но я ее сейчас включил. То есть без проблем все работать должно. В этом плане все ок. Ну то, что я вижу конечно экранчик маленький, но вроде бы как картинка еще даже неплохая. Сейчас я снимаю селфи кстати. Данная камера почему-то изначально имела такой глюк а именно такой что не писала вообще звук или писала его очень тихо. Я даже сделал в настройках звука там на 3 максимум можно сделать на троечку выставить звук вот и вот она не писала сейчас она вдруг почему-то подумала и начала писать первые несколько видео которые я делал примеры она не писала ну вот как-то так 4K 60 кадров в секунду смотрим стабилизация боковая съемка и видим как все довольно-таки неплохо снимают сейчас я еще пройдусь мне все-таки надо наверное взять powerbank потому что аккумулятора здесь на 900 мАч это достаточно мало силы нет почему-то заряжал заряжал аккумулятор аккумулятор и что там все-таки надо максимум 5 вольт 2 ампера я так понимаю заряжать аккумулятор ну вот он почему-то быстрой зарядкой не хочет заряжаться только 5 вольт 2 ампера не больше не меньше и если у вас даже powerbank заряжает с быстрой зарядкой ну опять же рекомендую быструю зарядку не использовать друзья вот как-то так сейчас посмотрим сколько максимально отснимет на одном отделении аккумулятор практически разряжен поэтому дабы записать вам примеры видео чтобы вы могли представлять иметь какое-то представление о видеосъемке в 4к 60 кадров в секунду на камере DIGMA DICAM 810 конечно кто-то скажет что 800 серия 800 а именно не 810 лучше будет снимать но как по мне это снимает тоже неплохо динамический диапазон но все-таки засветы на камере есть но опять же можно регулировать это все коррекцией экспозиции друзья ну вот так снимает камера DIGMA DICAM 810 4к 30 кадров в секунду как видите так также включена электронная стабилизация видео оптической тут не заявлено возможно я оговорился немножко но тем не менее все есть вот там набирает у нас и что хочу сказать что опять же тут в чем недостаток данной камеры что тут непонятно где китайцы продумали и запихнули микрофон в корпус а каких-либо как таковых толковых отверстий для того чтобы микрофон как-то этот звук воспринимал никто не сделал вернее сделали но они настолько мелкие и все не то и все не там что как-то звук не совсем так как хотелось бы чтобы записывался но тем не менее записывается изначально он у меня вообще не записывался этот звук то есть камера снимала без звука ну такое вот бывает представьте себе да вот сейчас проверяем как у нас экспозиция отрабатывает электронная стабилизация быстрая ходьба сейчас тут свернем пройдемся ну и собственно все это видео делается для того чтобы вы определились как вам вообще угол охвата тут только широкий выставляется угол захвата ну во всем будем в принципе друзья в полном обзоре этой камеры беседовать да рассказывать повествовать вам буду сейчас пока вот только примеры камера очень легкая в руке почти не ощущается вот остановились видите да какие засветы небо видно или нет небо конечно очень засвеченное там слегка то облака конечно очень сильно засвечиваются вот такие они должны быть но в зависимости от угла обзора все засвечивается то есть есть определенные вопросы к экспозиции автофокуса понятно что нет угол широкий как по мне даже довольно таки неплохо но опять же повторюсь друзья для чего я брал данную камеру бралась она для того чтобы снимать новые видео скажем так для определенного определенной тематики на канале техно вар плюс таймлэпс возможно видео и вот это все для этого собственно говоря и берется эта камера плюс ко всему еще на эту камеру довольно таки неплохая скидочка была кому интересно друзья пишите в комментариях отвечу где брал почем брал и так далее потому что как бы ну кому-то нужна эта информация кому-то не нужна эта информация но тем не менее друзья вот как-то так сейчас мы немножечко сменим локацию наших съемок разнообразим скажем так контент вот поэтому оценивайте качество видео вот как у нас красный автомобиль снимается еле и вот сейчас кстати быстрая ходьба по дороге вы сможете определить работает ли электронная стабилизация или нет на экране она работает и как многие говорят может лучше купить смартфон подешевле нет друзья не лучше как на мой взгляд и кстати такой еще нюанс камера допустим та же GoPro Hero 10 у меня была эта камера дорогущая из кучей болячек первая болячка это 4К 60 кадров в секунду она пишет перегревается и выключается и выключается когда захочет вот такая хорошая камера за очень много денег поэтому решать вам может все-таки такую купить друзья она вот так снимает в качестве 2.7K 30 кадров в секунду DIGMA DICAM 810 кто-то сильно рубился по поводу того что 2.7K самое лучшее видео снимает стабилизация крутейшая ну и чуть ли не лучше GoPro Hero по качеству видеосъемки да GoPro Hero опять же качество видеосъемки норм и угол регулируется там чтобы не было фишай эффекта но тем не менее по всем остальным болячкам GoPro Hero слишком больной пациент если сравнивать ее с данным с данной экшн-камерой от компании DIGMA скажем так бюджетной но тем не менее неплохой новенькая локация у нас давайте поснимаем а вы в комментариях напишите друзья как вам вообще съемка кстати слышен ли шум машин как мой голос слышен но я сейчас правда где-то на расстоянии сантиметров 10-15 от самой камеры поэтому как вы можете понять что звук будет вроде бы неплохо но изначально эта камера звук не писала у нас как-то так друзья небо красивое у нас сегодня солнечный теплый день всем желаю друзья мира и добра оцениваем качество видео это 2.7 K DIGMA DICAM 810 как по мне довольно-таки неплохая модель но опять же друзья качество видео возможно стабилизация будет и норм электронная здесь но качество видео определенные моменты претензии есть давайте посмотрим что у нас здесь творится лес какие-то ягоды поэтому друзья решать вам вообще я хочу сказать что в данной камере можно какой-то один определенный режим выбрать и собственно в этом режиме и снимать а так как бы это для примера вам делаю все эти съемки для того чтобы вы поняли определились возможно кому-то нужен какой-то один режим действительно человек для себя увидит его скажет да действительно полезная информация все видео делаются для пользы вашей друзья поэтому смотрим и делаем для себя пометки ну а так снимает DIGMA DICAM 810 4 вернее FHD 60 кадров в секунду зашел тут немножечко так скажем потемнее несмотря на то что солнечный день но вот еле меня закрывают вы видите все прекрасно сами практически на вытянутую руку снимаю практически родной кабель тут приблизительно сантиметров наверное 70 и он меня от пауэрбанка вот я подключил пауэрбанк потому что я собственно забыл зарядить камеру вот от пауэрбанка он меня сейчас забитым экшн камером и так снимает так что можете для себя определиться так кстати против солнышка снимает солнце у нас видно ой блин посмотрел на солнце в глазах немного помыкнело поэтому друзья все хочу сказать чтобы вы поняли как у нас что как стоят дела с этой камерой кстати напишите как вам звук дигмы дигмы дикам 810 я считаю что в принципе понятно что на каком-то смартфоне середнячке будет уже получше снимать но друзья я хочу сказать за такую стоимость вы не купите такой набор функций плюс с этой камерой можно скажем так регулировать съемку фото видео и настройки через приложение которое можно скачать опять же с интернета и на смартфоне на своем через вай-фай подключиться вай-фай модуль в камере есть но это не тот вай-фай о котором мы подумали он не для интернета он просто как по протоколу вай-фай соединяет вас со смартфоном вашим а не в интернет выходит я честно говоря еще и как бы не определился как прошивки на нее устанавливать ну я так считаю что в принципе это не за горами скажем так вот поэтому пока все устраивает здесь правда установлена друзья прошивка 2021 года даже не 2022 2021 году скорее всего и начали выпускать собственно эту камеру компании DIGMA вот ну и установили эту прошивку маркировка ее DV02 или DV20 а есть уже DV30 там много пофиксили всего но опять же друзья мало очень информации в интернете по поводу данной камеры поэтому могу сказать точно что как именно правильно прошивать лучше смотреть по аналогам такой камеры да они в принципе одна на другую похожи единственное там нюансы есть в меню вот чтобы в нем разобраться собственно подходит вам прошивка или нет возможно одна прошивка 800 серии будет подходить на многие камеры от DIGMA ну надо пробовать короче говоря хуже вы не сделаете главное понять алгоритм как это все делается ну как на мой взгляд друзья камера видите как снимает это Full HD 60 кадров в секунду понятно что здесь никакого не автофокуса нет ничего нет но цветопередача в принципе если учесть то что экранчик такой себе маленький цветопередача как по мне вроде бы как и норм дом вроде бы даже и не засвечен по крайней мере справа слева засвечено уже возле дома пространство а справа вроде бы как и ок облака небо есть можно как говорится оценим качество это Full HD 60 кадров в секунду DIGMA DECAM 810 друзья ну это качество Full HD 30 кадров в секунду DIGMA DECAM 810 сейчас быстрая ходьба электронная стабилизация включена на экране вроде бы как она есть еще будем все проверять на экране монитора компьютера но по стабилизации вроде бы как видите все норм сейчас пришел я на качели вот такую и проверим как тут работает у нас стабилизация можно ли смотреть кто-то скажет дятел залез на детской площадке на качели ну да ладно чего не сделаешь ради контента так можно снимать под разными углами ну как по мне Full HD 30 кадров в секунду в принципе рабочий режим опять же друзья все можно регулировать настройками камера настраивается то есть фактически есть какие-то определенные ручные настройки баланс белого компенсация экспозиции и так далее то есть камера не то что там она снимает на пресетах нет можно настраивать вручную вот и у вас возможно и не будет вот этих вот пересветов недосветов и так далее картинка не будет слишком светлой или можно ее сделать гораздо темнее если солнечный день и гораздо светлее если наоборот день пасмурный выбирается даже баланс белого есть и пресеты также тут если вы пишете допустим в квартире видео или же записываете видео на улице то есть все эти нюансы есть все это регулируется выставляется как вам надо и даже я бы сказал работает вот потому что у моих друзей тоже есть и камеры а давайте посмотрим на небо в принципе вот сейчас небо передает именно так как есть есть такая камера у моих друзей какая красавица зубастая и соответственно они довольны и 800 тоже есть поэтому делимся своим мнением в комментариях это в HD 30 кадров в секунду т.к. все они все и и и Продолжение следует...